металл переведенный стружку он груз печали тут не оставляет меня вот смотрите какая трещина блин это еще только в заготовке хорошо что ее не сделал до конца иначе либо тут уж от алого во время работы далеко идет он до сюда тысяч нет либо я уже это схватился когда на него было потрачено гору денег и сил вот что мне сейчас не делать конечно для резан пойдет для я видимо его брошу потому что он хороший потому что мне в него не хочется вкладываться реально брак жаль остается у нас в забеге 9 клинков из десяти что ж клиночки готовы к про траве чтобы защитить их от коррозии и вот по баночке показываю чтоб потом не было разговоров как стеклорез с криками тут помудохлся с замером вот именно то есть если вот тут замерять на плоскости 63 единицы если вот тут замерить что может привести к разрушению клинка но все же это как вариант то тут 64 65 показывает то есть кромка всегда больше в этом в твердости от примера бушку обух то и хреновиком он царапает а царапки то так себе вот так все устроено приветствую всех любителей клинка и у нас на сегодня обзор клинков из алмазной стали который можно назвать легко ножевой стали но в основном это все было произведено по многочисленным не побоюсь этого слова просьбам которые звучали так мы хотим мощные клинки мощные реально и что такое мощный клинок это стали алмазка мощный мощный это толстый обух и как бы все это в совокупности делает клинки мощными и давайте посмотрим что у нас на сегодня получилось а получилось у нас следующее то есть вот такие вот брутальные варианты как вы спрашивали они не няшевые такие не для девочек то есть как бы девочкам это явно не понравится и наше все блестело там все было сверкало бриллиантами изумрудами но это было сделано для мужиков толстый обух сведение такое плавно и клин а клин образные то есть прямые спуски в чем тут мощь то есть вот он сделался кромкой для реза то есть он режущий нож но и можно также рубить строгать там пробивать что-то там вот вот пример возьмите кузов автомобиля вы легко просто пробьете этим ножом ему быть по барабану вообще это дело ну так не делайте это нехороший пример я просто как-то пробовал там кузов валялся в торчер мете я пытался пробить мне это здорово получалось таким вариантом плоскости у всех ножи оставлено до следы ковки то есть они как вот есть так они есть по плоскостям не тронутые второй вариант тоже с хвостовиком кстати у тех клинков которых хвостовики 4 миллиметра диаметре отверстие для тех кто любит стяжку там делать на рукояти такие вот брутальные вещицы конкретные вещицы вот если бы ковки оставлено не подумать что с прошлифованы потому что здесь я все дело делаю так чтобы ровно 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 и плавный плавный ушел сюда вот спуск а вот это следы ковки остались и в общем красота певучие пающие так с хвостовиками закончились теперь фултанги так сказать цельнометаллический клинообразный спуск отверстие у всех фултангов четко пять миллиметров это потому что сверла которые могут сверлить сырую алмазку незакаленную это только твердосплав и тут не выжило несколько сверл из твердосплава причем дорогостоящих поэтому мне было за счастье просверлить просто пять миллиметров хотя бы хотя вот здесь вот смотрелось бы 6 миллионов неплохо но для того чтобы просверлить 6 миллиметров еще я бы убил как минимум одно сверло то и 2 а это бы добавилось к цене она нам не надо второй фултанг цельнометаллический вот это вот так называемые мощные клинки конечно да если вы воткнете в какой-то там железяку там не знаю там или в костяку куда-то в тонкую сведенный кончик конечно и вот так вот на бок ну сломаете потому что твердость конкретная то есть сломать можно вообще все можно самолет сломать можно космический корабль сломать можно луну сломать то что как бы сломать можно вообще все но это и есть та самая мощь вот с таким вот толстым обухом он будет резать долго держать заточку все такое да все клинки это тоже клинообразные спуски все клинки протравлены в азотной кислоте не только для того чтобы проявить рисунок а для меня в последнюю очередь важно для меня самое важное защитить их от ржавчины хотя это не на сто процентов защита но процентов 80 тут есть защищенности именно от ржавчины клинообразные спуски с таким сведением большой клинок да вот если кто-то скажет что что молотки одинаковые нет посмотрите рукояткам они разные формы также здесь более широкий клинок здесь более узкий чуть разница по линии вот так вот для сравнения ольфа краны убирается давать вот так так это подобие кортика кортик в законе можно его назвать мощный опять же клинобразные спуски упоров нет чтобы он не был кортиком и нет обоюдной вот это вот спусков как у кортика он сделан как обычный разделочный нож в то же время он и кортик понимаете такая мощная штуковина также с режущими подводами подводы то есть затачиваются ему хорошо режет какой остренький прям аж цепляется вот и красиво поющий за счет своей твердости огромные большая штуковина конечно это еще более мощный клинок опять же по просьбам по просьбам все это было сделано ну просьба и от заказчиков просьбы и от просто новых посетителей но я подумал да давно уже не изготавливал это нож тайга по сертификату мне он не является холодным оружием потому что у него не колющие сведение к верху так задрано если было бы вот так она сюда шло от кончик то он был бы уже холодняком поэтому делаем все в законе очень у него кстати удобная вот эта посадка в руку очень вот этот вариант он вообще ну так вот ну как от не катит он больше катит примеру сверху если он давили что-то такое вот строгануть это да а в основном и вот его хват это вот все пальцы ложатся свои места очень такой вот захватить такой удобный нож есть у него еще одна особенность именно у этого экземпляра вот эти спуски вогнуты с подводкой для реза прям тоненькая была кромочка такая при заточке вот эти спуски клинобразные с чуть потолще подводкой чтобы пример он был универсальным а это принципе задумка его изначально то есть вы затачиваете его допустим градусов 30 вот тут вот эту кромку и вы строгаете рубите что-то где-то колите этим местом а эта кромочка у вас бережется она всегда в максимальной остроте что где-то здесь так прям по легкому понимаете если у вас одна кромка то вы ее где-то там заколотили пример где-то там при жестких каких-то там работах а потом надо что-то такое леганкое шваркнуть а у вас уже за . там подсела как бы хотя на маске это долго ждать когда она подсядет но все же а здесь двоякая то есть получается вот здесь грубая работа производится а вот здесь вот легонькая такая работа и это как по мне здорово смотрите на обувь нет ли мощный клинок вот именно вот слово мощный подходит сюда как нельзя кстати но еще более мощный это вот этот клинок танто смотрите на обувь давайте для сравнения вот прямо с первыми экземплярами видите разницу огромная вот такой вот танто клинок единственный недостаток это много стали ушло чтобы сделать просто клинок очень много стали эта толщина кстати она тоже стоит денег чем толще заготовка тем дороже она изначально но зато удобные вещицы вам скажу такая мощные конкретные которые вот с подводом опять же для реза но это кромка не боится того же и примеру той же рубки той же каких-то тяжелых работ поэтому можно назвать универсальным спуске здесь вогнутые линзы вот у этого мутанта потому что здесь клинообразные делать то они смотрят как стрёмно и уже резать им просто не стоит если будут клины поэтому здесь вогнутые сделаны чтобы и резал и рубил и выламывал и все что угодно мог делать то есть универсальный такой вот посадка в руке для удобнейшие просто вот просто максимально если пример надо что так аккуратненько построгать а вот это не сюда удобно когда длинный клинок примеру то вот сюда переносите руку вот сюда пальцы вкладывайте и уже вот эти вот аккуратные легкие движения понимаете берете вот так и это уже рубак это уже резак это уже то есть для всех остальных случаев вот единственный недостаток вот на сегодняшний день я считаю это недостатком это цена которая в итоге дороже получилось рублей где-то на 400 в общей сложности и тут не моя прихоть что они дороже вышли кто просто у меня закончились заготовки которые лежали на складе куплены еще намного ранее я всегда так делаю я много-много закупаю стали очень много и она у меня закончилась я пошел думаю час на куплю пошел и купил все вроде бы просто но там ценник уже другой и что самое интересное его подняли в том момент когда поднялся доллар в цене и ценники подняли доллара вернулся на место а ценники никто не собирается возвращать вот за счет этого меня примеру каждую заготовка вот такая где примерно это больше вышло а это где-то рублей на 200 дороже вышло но 200 рублей не 2000 как бы да ладно терпим взять ленты которые могут грызть алмазку особенно в закаленном состоянии а это ленты уже керамика которые тоже стали дороже причем дороже где-то рублей на 450 500 за ленту но если все раскинуть у нас эти клинки то получается где-то там пускай даже не знаю ну в 50 рублей там 70 рублей на каждый клинок и вот так вот где-то 50 100 рублей 200 рублей и в итоге добавляется уже в исходном состоянии у на готовом книге округленно рублей 400 вот так вот все это происходит откуда вот такая цена то есть повышенный берется я хотела повышенный эту цену назвать не могу потому что 400 рублей на данный момент это вообще не повышение я думаю что переживем эти наценки все равно то есть на столь мощные клинки по столь доступным ценам далеко не у всех далеко не у каждого и поэтому встречайте сегодня на сайте я сейчас пойду на фотку и сегодня развешу фоткать буду на улице чтобы максимально было видно что вы берете не только на видео можно было смотреть но и на фото можно было хорошо рассмотреть все на этом прощаюсь но до новых встреч до новых обзоров